Музыка Этническая музыка, необычные духовые струнные и другие инструменты, а также живописная местность – это все описание фестиваля «Музыка над рекой», который прошел 2 июля на Певческом поле. Целый день рядом с храмом Знамения Пресвятой Богородицы сразу на нескольких площадках проходили культурные мероприятия. Большая ярмарка с эксклюзивной продукцией, уроки английского языка, йога, арт-проекты и детские развлечения, и, конечно же, музыкальные импровизации. В Большом Шадре сейчас проходит музыкальный джем, который стал традиционным для фестиваля «Музыки над рекой». Любой желающий, будь то профессиональный музыкант или начинающий, который впервые взял инструмент в руки, может почувствовать себя частью оркестра. Более 4,5 тысяч человек со всего Подольска и ближайших городов приехало, чтобы послушать необычную музыку. Для зрителей разного возраста на фестивале нашлась площадка по душе. Организовано просто прекрасно. Детям нравится, вот как с точки зрения семейного времяпрепровождения. Это, по-моему, очень хорошее мероприятие. Только положительные эмоции. А Варвара что скажет? Мне весело, здорово. Есть где можно побегать, поскакать, поковыркаться, на ушах постоять. Все нравится, даже несмотря на то, что пока нет солнышка, но очень добрые люди. Я встретила много своих друзей здесь, даже не ожидала. И здесь на час не задержишься. То есть, если приехал, то на целый день, поэтому нужно быть готовой. Фестиваль «Музыка над рекой» – уникальный проект для городского округа Подольск. В прошлом году он был удостоен премии второй степени в конкурсе губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Фестиваль проводится уже седьмой раз. И с года в год он становится только лучше. Появляются новые площадки, расширяется ярмарка и фудкорт, проводятся новые интересные лекции. Но идея фестиваля остается неизменной. Мы сидим на красивой поляне, сидим на покрывала всей семьей и слушаем музыку народов мира. Мы просто начинаем рассказывать о тех странах, о тех континентах, о которых еще не рассказывали. Музыка Армении, музыка Ирландии, музыка народов Сибири. Вот это все сегодня мы услышим. Природа – незаменимый помощник в создании умиротворенной атмосферы фестиваля. Ведь национальная музыка изначально рождалась именно на лоне природы. Иногда, как сегодня, под легкий аккомпанемент дождя. Особое место на фестивале занимает тувинская национальная музыка. К днем проходила лекция о горловом пении. А сейчас группа «Хунхурту» очаровывает всех зрителей игрой на инструментах народов Севера. Наш репертуар состоит из старых песен, из древних песен. Конечно же, с элементами горлового пения. В нашей культуре это как центральная тема мужского пения. Русский народный колорит, украшенный исполнительницей Инной Желанной, завершил программу фестиваля. Фестиваль придал свой необычный ритм субботнему дню и позволил зрителям без долгих перелетов окунуться в национальную культуру других народов. Музыка над рекой надолго останется в памяти. Ведь не каждый день появляется возможность послушать таких необычных музыкантов. Вот это может быть как третий дознайте культуру другую другу, потому что – это получается технологические как принципи 170명, потому что будет культураode мобильных феансзер criptressа. Продолжение следует – это создается подростковING субботниками. Рассл photographers, услышали congratPE desde Players У這麼 скажу共同,